ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот по поводу ЛДПР хочется еще затронуть тему важную транспортом, но она волнует. Вот вы предлагаете отменить транспортный налог, и сразу второй вопрос я задам по поводу того, что ЛДПР внесла в Госдуму законопроекты бесплатной парковки для инвалидов. Ну, вроде для них же места есть уже, вот в чем разница? Ну, насчет инвалидов здесь места есть, их часто занимают. И обычно оно не везде обозначено. А когда он будет иметь право именно по своей книжке инвалидной, у него будет больше возможностей. Это раз. Второе. Многие наши граждане недовольны транспортным налогом. Они не ездят. Вот у меня брат, у него машина стоит в гараже много лет, а налог платит каждый месяц. Поэтому нам выгодно, чтобы мы транспортный налог не платили, а он входил бы в стоимость бензина. Вот ты едешь, колеса крутятся, вот и плати за бензин, а часть прибыли от продажи бензина пойдет туда, куда шел раньше транспортный налог. Он идет в местный бюджет. В том числе и вот проблемы другие, которые возникают с транспортом. Позиции ЛДПР надо обязательно сделать упор на транспортный характер российской экономики. Продовольствия во всем мире полно, даже избытки. Нефть и газ полно, из-за этого идет война. Куда нефть и газ поставлять? А вот через два континента пройти, Азия и Европа, только Россия может дать. Глушков, академик, предлагал пневмотранспорт. В 85-м году Горбачев начал перестройку. Это провокация, диверсия. Какая перестройка? Мы были на пике могущества. Еще год, два, три и Америке конец Евросоюзу. То есть транспорт, это наш главный рычаг. Все школьники должны идти в транспортные вузы. Инженер транспортного машиностроения, главная фигура в нашей стране. Строителей полно, дома строят. Вон очередь. Сейчас турки уедут, уже очередь. Ростовские строители, смоленские, самарские. А вот транспорт нам нужно, пневмотруба или струна. Идет струна на сваях, тундра. Там невозможно делать дорогу на земле. Все растает летом. Опять это мы все сделали. Вот такие вагончики, как ВВЦ. Знаете, поверх уходит эстакада. То есть новые виды транспорта. 30 лет мы в этом вопросе не двигаемся вперед. Придумал Горбачев. Гласность? Какая гласность? Мы что без вас не знаем про преступления Сталина? Вот завтра, 1 декабря, убили Кирова. Частушку народ придумал какую. Знаете, огурчики да помидорчики. Убил Сталин Кирова в коридорчике. Вот народ как говорит. То есть просто скрываем правду. Сталину уже было, как сегодня турки сбили самолет, так Сталин организовал убийство Кирова, чтобы начать репрессии. И самых лучших мы уничтожили. Вот по ВУЗам еще я скажу одну фразу. Сегодня есть ВУЗ в Москве. Институт мировых цивилизаций. Коммерческий. Но бесплатно обучает. И общежитие бесплатное. И спортплощадки. И самая вкусная столовая дешевая. Вы что думаете, очередь стоит? Я не понимаю, но что молодежь. Они, когда я с ними встречаюсь, вот дорогое общежитие, а есть бесплатное. Вот на коммерческом отделении дорого платить. А есть коммерческий ВУЗ бесплатно. Поэтому я бы хотел, чтобы наша молодежь, вот, даже сейчас можно поступить туда. Это адрес Красные Ворота, 1-й Басманный, дом 3. Я хорошо знаю, потому что там наши структуры находятся недалеко. Пожалуйста, люди должны знать. Сегодня интернет есть. Войдите в интернет, найдите самый дешевый, даже бесплатный ВУЗ, бесплатное общежитие, дешевое питание. Поэтому транспорту внимания уделять максимально. Наше время, к сожалению, закончилось. Спасибо большое, Владимир Владимирович, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. До свидания. Итак, в нашей студии был председатель ЛДП Владимир Жириновский. Мы говорили о главных темах этого дня. ЛДП Владимир Жириновский.